привет друзья мы приехали в фаселис вот на этом автобусе восьмой автобус если вы отдыхаете в текерове в чемюа в кирише или даже в кимере то вам стоит приехать посмотреть эту достопримечательность от текеровы мы ехали 6 минут это стоило шесть пять с половиной лирс человека написано вот текерово 3 километра но на самом деле это может до начала текеровы от нас google карты показывали 6 половиной километров и так заходим смотрим что здесь здрасьте тикет тикет есть холмать 55 лет стоит пятьдесят пять лет с 9 до 18 30 1 километр понятно спасибо вот такие билетики нам рассказывали что можно зайти бесплатно как-то обойти но это как-то очень очень сложно поэтому мы зашли по честному по всем правилам за 55 лир на человек на сегодняшний день напоминаю что один доллар стоит 8 турецких лир друзья идем один километр до центра старого города фаселе идти довольно долго оказалось возможно даже это больше чем один километр по асфальтированной дороге нефти не какие-то такие обшарпанные горы ну красиво но без зелени хочу поделиться с вами такими размышлениями если вам предлагают экскурсию фаселис за 15 долларов можно смело соглашаться мы посчитали получается что мы потратим на экскурсию сюда 9 долларов но мы ждали автобус когда выйдем отсюда будем опять ждать автобус по этой дорожке экскурсионные автобусы подвозят прямо к старому городу здесь идти не нужно поэтому скажем так шкурка вычинки не стоит и нужно соглашаться на экскурсию за 15 долларов если конечно 25 30 то не нужно соглашаться и так наконец-то мы пришли видите стоит туристический автобус то есть туристов привозят уже сюда вот такие вот древние развалины этот город был основан в седьмом веке до нашей эры и все постройки относятся к римскому и византийскому периоду в фаселисе есть две лагуны куда раньше причаливали корабли да бухта довольно интересно красивая существует легенда что землю под этот город его этот город основали ликийцы и землю под этот город они купили за ведро рыбы потом когда сельджуки это прародители османской империи начали завоевывать эти места они разграбили этот город и начали основывать аланью и анталию именно эти города стали более примечательными с точки зрения торговли и фаселис потихонечку начал терять свое превосходство и люди отсюда выезжали и он понемножку начал рассыпаться скажем так оказывается что вот эти деревья это не сосны а кедры то есть он находится этот город сосново кедровом лесу основной достопримечательностью сохранившийся до наших дней является вот этот акведук сюда видно город ахталы не зря ликийцы выбрали этот маленький полуостров красивенный парк вот такой мы отдыхаем в отеле клуб фестиваль и наш отель находится честно сказать еще в лучшем парке чем этот поэтому нас можно сказать не удивишь этим парком но если вы находитесь в каком-то не зеленом отеле то это уникальный лес безусловно существует легенда что под этим местом где-то вот под землей сохранился храм афины покровительницы этого места и в этом храме хранится меч ахиллеса но научного подтверждения этому факту нет стоят вот такие лавочки возле берега специально чтобы люди так вот присаживались и наслаждались этим видом но мы долго наслаждаться не можем нам нужно идти смотреть что есть дальше вот эти все глыбы камней это остатки древних каких-то построек которые строили римляне или византийцы мы конечно это не ощущаем но это так и есть фантастических местах поставили лавочки чтобы сидеть под вот этим кедром смотреть как плещутся волны это место для истинных философов если вы готовы сидеть и смотреть как движется время вам сюда еще лавочка конечно предприимчивые люди устанавливали лавочки с большой фантазией красавчики молодцы просто такие камни пришло мне сейчас в голову вот на том берегу я увидел палаточку в лесу стоящую одиноко и вспомнил что есть Литийская тропа это самая длинная туристическая тропа в Европе или даже в мире ну по крайней мере в Турции точно она самая длинная она самая интересная она идет по скалам по зеленым таким кедровым сосновым лесам очень красивым туристы со всего мира приезжают пройтись с палатками с рюкзаками по этой тропе прикольно стоит табличка что с дронов снимать нельзя до наших дней очень неплохо сохранились постройки на центральной улице и центральной площади практически все они относятся к римскому периоду и датируются 3-4 веком до нашей эры большинство из этих построек это римские бани с уникальной системой отопления которая была характерна именно для римских купалин в 333 году до нашей эры городом завладел Александр Македонский причем жители сами открыли ворота и вручили ему золотой венец и знаменитые фаселевские розы на мой взгляд очень правильно сделали я вообще не понимаю почему Александра Македонского считают великим полководцем по сути это разбойник который завоевывал и грабил мирные города например жители Бодрума были не так дальновидны они попытались сопротивляться и Александр Македонский разрушил Бодрум до основания существует довольно обоснованная версия что могила Александра Македонского находится именно в фаселесе сделана какая-то лестница в гору как вы думаете пойдем мы туда или нет ну конечно же мы туда пойдем да 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 действительно это одна из главных достопримечательностей тоже фаселеса амфитеатр он небольшой на 3000 мест это говорит о том что сам город был небольшой в принципе все жители или часть жителей помещалась в этом амфитеатре очень красиво я хочу вам сказать что все власти Турции от Османской империи до сейчас очень мудро поступали не разрушали вот эти памятники истории во всей Турции и в Сиде и в Алании и в Манавгате и еще много где сохранились такие амфитеатры причем их строили разные поколения разные завоеватели и хотя это были завоеватели казалось бы нужно разрушить то что построили завоеватели но этого турки не делали молодцы и современное поколение говорят им спасибо за это можно просто сидеть в этом амфитеатре они наверное так и делали и наслаждались видом на гору Тахталы это фантастика последний раз взглянем на эту красоту и будем спускаться так еще отсюда красиво так интересно сделано древние ступеньки переходят в современные мы видели ребяток которые приехали сюда на электроскутере это отличное решение скутер стоит 5 долларов в час возможно где-то даже дешевле но на электроскутере советую ехать только из Текерово сюда есть дорога которая практически не выходит на трассу может краешком цепляет трассу только потому что у нас есть горький опыт поездки на скутере из Чемюа то есть если вы в Чемюа в Кирише или в Кимере ни в коем случае не едьте сюда на скутере это очень опасно трассы очень оживленные не стоит этого делать лучше уже на автобусе признаюсь честно поначалу когда мы только подходили к этому городу у меня появилось какое-то скептическое настроение показалось что будет довольно неинтересно но это место заряжает какой-то энергией есть еще один плюс поездки сюда на экскурсию вместе с гидом если это стоит 10 или 15 20 долларов то лучше все-таки выбирать такой вариант помимо того что вас довезут гид еще расскажет и покажет все мы-то сами разбираемся древние части колонн то есть было все в колоннах артефакты которые вот сейчас недавно найдены отрыты в раскопках да друзья выходим к лагуне просто фантастической нереальной красоты это того стоило просто из-за этой лагуны сюда приехать стоят яхточки возможно мы узнаем и поплывем отсюда на яхте если будет такая возможность спросили мы у местных рыбаков даже не спросили они сами предложили отвезти нас к пляжу нашего отеля за 10 долларов мы еще не покупались на пляже пойдем купаться на пляж и потом подумаем возможно даже поплывем на лодке вода прозрачная прозрачная еще интересно в том что мы находимся в сердце региона Кюнер можно сказать вот эти здесь все пляжи гадичные а этот песчаный лучшие места для фото и селфи вот яхта специально приплыла сюда пришвартовалась и люди отдыхают в этой бухте я очень рад что мы побывали в этом уникальном месте друзья обязательно подписывайтесь на наш канал мечта путешественника и открывайте для себя что-то новое вместе с нами нажимайте на конечную заставку и смотрите следующее интересное видео всем хорошего отдыха и ярких впечатлений заставку